То есть человек понимает сам? Ну да, Бог ему за кисает условия, ну во-первых, он смотрит, что человек готов принимать удары, он готов вызову, ну соответственно, премудрость так все делает, что человек окунается в какой-то вот этот раз, огненное приключение для него, но он как бы посвящен ему. Огненное приключение? Ну, посвящение, но приключение. А почему огненное? Вот именно, почему стихи огня, а не водные там? Или это более жесткое получается, да? Огненное так более жесткое, чем водное. Ну так говорили, огонь, как там, огонь... Не, ну так может быть в этом что-то и было, говорили-то может быть не случайно, а чтоб человек или ученик там задал вопрос, а ты проходишь мимо ушей. Не, ну огонь, он как бы быстрее, вода, ну она как бы все-таки послушная, как бы холодная, ну она обжигает, но не как огонь. Она такая пассивная, да, то есть она же, а огонь он всегда вверх идет. Просто вот так-то считается, видишь, что огонь всегда идет вверх, а вода она пассивная, она как бы снисходит, падает там, но... Ну ладно, как бы мысль такая, что человек обрубленной совести, он живет последней правде, он понимает, что как бы как далек еще от его... Так сразу провокация, а что такое последняя правда? Последняя правда, как бы когда обрубленная совесть, это зеркало Бога. А, зеркало Бога, ого, круто. Бог сразу показывает картину настоящую. То есть пробужденной совестью ты как бы видишь Бога, да? Ну да, зеркало совести. Оно сразу отображает как бы ничтожество, которое еще есть, и божество, которое внутри нас. Они когда подвижник тресв и совести своей понимает, сколько вот еще не хватает до истинного пути. И понимает, что это будет бесконечно, и как бы делает усилия двигаться дальше, выше. Поэтому, поэтому появляется водительство живое, вот. И на пути появляются старцы какие-то, уже какие-то, ну, потому что все-таки теряет вздохновение, теряет, руки опускаются, потому что очень начинается испытание, обрание начинается. Почему они там, не каждый был посвящен затвор. Царец видел, кому можно было идти в затвор, увидел его силы подвижника, говорит, тебе можно идти, потому что там обрушится на тебя все, что ты думал и не думал. Ну да, все твое, что ты там выложил своими мыслями. Все воздушные твои замки, что я не думал, понимаешь. Ты очень готовится, там, соизмеряет, как бы, если почитать сдержки. Обычно подвижник готовится, там, говорит, что я хочу на пустыне. Ну, говорит, ну, почитал сдержки, молодец. Ну, вот, ты, что ты почитал, считай, что ты еще раз умножишься. Ну, соответственно, ему говорит, тебе лучше не благословенно, почему они там многие объяснования входили. Ну, да. Ну, это, как бы, ну, вот, поэтому, как бы, вот, пояснение правды. Ну, так мысль такая, что тогда появляется, когда в руке пускают, тогда появляются какие-то, вот, образовательные знаки, или старца, или братства, или какого-то, знаешь, ну, где-то подсказки. Ну, это уже как третья и четвертая, да, как бы. Поэтому человек призван себя начать, себя идентифицировать, отрязвиться, проснуться, отрязвить совесть. Вот, совесть уходит сразу, похоть уходит, помыслы. Ну, в всяком случае, помыслы, какие помыслы. А так и все могут, но если человек пробуждена в совести, он уже понимает, где надо работать, где надо с собой работать, как надо еще много усилий приложить, чтобы, как бы, вот, не омрачать плерему, божественному плерему. То есть, когда совесть пробуждена, то картина открывается так, что ты уже начинаешь сам понимать свой предел, да, то есть, раньше человек мог бы быть в пределстве, думать, да, я все могу, я уже все сделал, или я уже давно святой, да. То есть, пробужденная совесть, он же видит, что это труд, и уже может свои силы, как бы, ну, рассчитывать. Ну, это канал для Духа Святого, да, ну, к слову, он не может, если совесть не очищена, он не может.